Доброго дня, с вами Анатолий Криводедов, видеокурс «Школа Ицуань» 3 сезон. В предыдущем уроке я продемонстрировал, как можно нарабатывать Шуан Туй Шоу, это двойные толкающие руки, в сольном варианте. Объяснил тонкости, варианты отработки. И в этом уроке я хочу уже связать Шуан Туй Шоу, сольный вариант, и Туй Шоу Шили. Это Шили, которые мы в первую очередь используем в Туй Шоу. Напомню, это Фуань Шили, это Гоу Гуа Шили, это Фэнь Гуа Шили и Сюань Фа Шили. Ну и два вспомогательных Шили, которые мы тоже используем, я их объяснял уже в третьем сезоне, это верхний винт, это нижний винт. Они являются частью, собственно, самих технических действий Туй Шоу. Мы на этом уроке рассмотрим Фуань Шили, как его встроить в нашу наработку Шуан Туй Шоу, когда мы делаем это в одиночном варианте, сольном. Итак, вначале столб можно использовать, мы берем сейчас Фуань Шили действия, поэтому можно задействовать Фуань Шуан. Вспомните все, что я объяснял по столбам в целом и конкретно по этим столбам. Здесь особенность, что у нас руки как будто лежат на поверхности воды, можно листочек, листик какой-то приставить, мячики плавающие на воде. И вот у нас усилие вверх-вниз, такое, как будто я что-то втягиваю, выплевываю. Здесь вот такие действия. Лао Гун живое, натяжение наружу-внутрь, между стопами, между ногами. Фан Сун, сели на бедра. И Фуань Шуан в позиции Дин Бабу. Здесь уже более-таки точные, я покажу заметно, усилия по направлениям. Ну и также хорошо перед тем, как перейти к основной теме этого урока, выполнить Фуань Шу Ли в чистом виде. В позиции Пин Бу. И затем в позиции Дин Бабу. Усилие макушка вверх, не забывайте, когда надавливаете. Переднее колено, не забывайте усилие пружинок. Плечи расслаблены, комфортное состояние. Усилие наружу, усилие внутрь, вверх-вниз. В спокойном режиме. Вспомнили, отработали Фуань Шу Ли. Давайте пробовать его встраивать в наше движение. Попробуем на месте сначала сделать. Сверху, сверху, полный цикл сделали. Столб, столб. И вот у меня руки выходят сверху. Вторая рука. Вот я, смотрите, притормозил эту руку, чтобы она подождала. И отсюда уже пришел к Фуань Шу Ли. В конце хорошо обозначить легкое атакующее действие. То есть я опускал вниз, наружу к себе. И поменять на все противоположные направления. Снова. Раз, два, три, четыре. Теперь вот обратите внимание, у меня правая толкнула. Но я еще полностью не отвожу. Я немножко ее подождала на руку и отсюда уже выполнил. Тут вот такие как раз маленькие секретики. Сейчас у меня левая рука подождала правую и отсюда я выполнил движение. Научились делать на месте, покрутили с одной стороны, с другой. Научились вот это притормаживание. Это маленькие такие тонкости, которые позволяют вам вывести руки одновременно в атакующую позицию. Поскольку вот посмотрите, если я буду делать строго по классике, то у меня вот сейчас правая рука вышла, уже начала делать фуань, а эта еще не дошла. То есть мне нужно притормозить в эту руку, чтобы они одновременно вышли. Еще раз. Толкаю, толкаю, столб, столб. И вот посмотрите, толкаю, но чуть-чуть придержала. Это чуть быстрее левая вышла, чтобы они одновременно могли стартовать в этом направлении. Вот такая маленькая тонкость, секрет. На шагах. Давайте проводим. Как мы уже знаем, с задней руки, с задней, передней, передней. И вот сейчас я буду выходить на фуань и одновременно с шагом. Видите, у меня получилось. Раз. Или уже встал, после этого выполнил. Не забывайте, что здесь я не приседаю, а наоборот взвожу лук, натягиваю и отпустил. Сейчас свободно уже варьирую. Вот две руки вышли. Вот с этой позиции я вышел. Двумя руками дал усилие вверх. Я сюда опустил. Вариантов на самом деле много. Я такие основные сейчас продемонстрирую. Основное вот это придерживание. И затем еще посмотрите такой вариант, который часто используется. Я даю усилие двумя руками. Как на это усилие выйти? Вот эту руку придержал. И даю действие, провоцирующее силу на себя. И отсюда уже выполняю фуань. И обозначаю смену направления мао-дунь, которое у меня имеет. И затем перейдет фали, атакующие действия. Не забывайте, защита, защита. Усилия вот эти все действовать. Ну и, конечно, полезно перед этим отработать фуань-шили в варианте дзоу-бу. Как мы делаем. Помните, здесь нестандартные у нас шаги получаются. Вот когда я назад, я сначала касаюсь стопы, затем делаю фуань. Коснулся, делаю фуань. Коснулся, делаю фуань. А когда вперед, я как бы облокачиваюсь на что-то. И с помощью этого делаю шаг. Вот в этой точке у меня норм плеч. Касание и ввожу. Это дзоу-бу-шили. От него я снова перехожу к шуан. Туи-шоу с применением фуань-шили. Разную амплитуду я могу чуть ниже пустить. Или только вот в начальной фазе. То есть, открыл мне достаточно уже этих действий для атаки. Свободно, широко, амплитудно. В базовом варианте. Потом вы можете опробовать это все с партнером. Посмотреть, как работает. Если вы чувствуете, что вам непросто прижимать руки партнера, значит, вам не хватает усилий в направлении вниз. Нужно их в столбах развивать, нужно в шиле развивать. Если вы хотите больше раскрыть партнера для атаки, и вам сложно это сделать, значит, вам, скорее всего, не хватает усилия наружу-внутрь. Наружу-внутрь вот этих усилий. Ну и в шиле, соответственно. Точно так же можно вытягивать центр тяжести партнера на себя, так себе усилия не хватает, значит, вам нужно уделить внимание направлению вперед-назад. Таким образом, вы соединяете базовые методы, это столб, шили, уже стой-шоу. И смотрите, где чего вам не хватает. Ну, естественно, когда вы работаете с партнером, партнер должен очень правильно давать вам усилия, которые мешают выполнить шили, не чрезмерные, но и не вялые. В идеале ваш партнер должен быть уровнем немного выше вашего, тогда он сможет вас качественно научить и дать те усилия, которые вам сейчас нужны, не больше, не меньше. Если нет более сильного, ничего страшного, возьмите партнера не такого опытного, но четко поставьте ему задачу. И если у него идет чрезмерное напряжение, остановитесь, стряхните руки, посмотрите на горы, посмотрите на это море, улыбнитесь, расслабьтесь, поделайте вращение и затем снова приступайте к отработке. Можно прямо брать этот урок для отработки фуан-шили с партнером, чередуя с сольными действиями. Ну, а на этом я заканчиваю свой урок. Вам желаю хорошо отработать фуан-шили, встроенное в туэшоу с партнером и без. Ну и самое главное, хорошего настроения, хорошего здоровья. Радуйтесь жизни. С вами был Анатолий Криводидов, Школа Яйцуани. Третий сезон. Будьте здоровы!